Уважаемые винокуры, мое почтение, сегодня поговорим с вами о самогонном аппарате Вейн Реформ ПРО, аппарат двухдюймовый. В чем смысл разговора? Да, этот разговор будет в большей мере интересен новичкам, тем кто хочет только купить себе аппарат или кто хочет перейти со своего старого оборудования на более новое, более эффективное. Разговор в чем? Задаются такие вопросы частенько, в комментариях, да и вообще везде. А хватит ли мне вот этого аппарата по производительности? Достаточно ли мне его или надо брать еще что-то большее? Сейчас я приведу один простой пример, раскидаю все это в цифрах на словах, а вы послушайте, посмотрите. Аппарат двухдюймовый. В аппарате у нас уже присутствует узел отбора, вот один угол имеет узел отбора по жидкости, здесь зажим Гоффмана стоит, здесь силиконовый ниппель под термометр. Мощный дефлегматор, мощный холодильник, царги, ну и естественно наборы хомутов, носики, носики, доохладитель для ректификации. В общем полную комплектацию аппарата вы можете посмотреть по ссылке в описании. Итак, для того чтобы нам собрать полноценную ректификационную колонну нам нужно хотя бы один метр насадки, это две царги по 50 сантиметров и забить СПН-кой. В качестве опорного пыжа можно использовать рулончик РПН-ки, эта РПН-ка у нас идет десятка, 10 сантиметров, складываем пополам, получаем 5 сантиметров высотой пыж. Сворачиваем, вставляем, главное чтобы он был не очень плотный, потому что в основном захлеб возникает именно на пыже. Много вопросов таких, что что такое, что делать, не знаю в чем дело, все пропало, у меня захлеб аж на 200 ваттах, не говоря уже о рабочей мощности. В общем все пропало, все ваши аппараты ерунда. А человек просто взял, свернул пыж нижний опорный до такой степени, что он, ну просто я не знаю, как блин, чопик деревянный, воткнул его туда сверху, засыпал СПН-ку. И естественно получил сразу же захлеб. Нижний пыж должен быть очень-очень рыхлый. Так, ну это такая предыстория. В общем аппарат смотрим, все допы, которые нужны, приобретаем. Смотрим комплектацию аппарата на сайте и там будет прям такая графа по допам. То, что нужно, то и берем. Там допустим автоматика нужна, берем, не нужна, не берем. Тен нужен, берем, не нужен, не берем. Увеличитель нужен, берем, не нужен, не берем. Ну я думаю все понятно. Итак, смотрите, кастрюлю берем 37 литров. Допустим без увеличителя кастрюли 37 литров. Берем хорошие турбодрожжи, ставим брагу. Брагу ставим из какого расчета? Из такого расчета, чтобы она влезла в нашу 37-литровую кастрюлю при перегоне. А значит, берем гидромодуль 1 к 3. 10 кг сахара, 30 литров воды, пачка дрожжей. 1 кг сахара прибавляет к объему 600 мл в среднем. Получаем 36 литров браги. Но когда будем брагу сливать уже готовую, мы оставляем на дне осадок небольшой. Ну, пускай там литр, да? И браги там у нас получится 35, ну, может быть, 34 литра в этих пределах. Ну, даже пускай 35. Кастрюля 37-литровая, входит как раз вот это в один перегон. Это удобно, если работаем без увеличителя куба. 10 кг сахара в один перегон. Брага у нас отбродила. Мы все это вылили в перегонный куб, все это дело. Неважно, какой нагрев, индукция или тен, у кого что есть. Включаем на полную мощность. Собрали аппарат в режиме подстил простейший. Включаем на полную мощность. И погнали. Погнали перегонять. Перегоняем практически до нуля. Ну, я до нуля беру, знаете, в каком варианте? Когда провожу какие-либо эксперименты. А когда просто делаю простейший перегон, ну, для себя, для того, чтобы мне получить спирт, я до нуля не беру. Я беру до 5% в струе. Вот. До 5, иногда даже до 7. Все это дело мы перегнали. Холодильники здесь очень мощные. Можно использовать при режиме подстил один холодильник. Можно соединить, использовать два. Вот таким образом будет вообще дичайшая экономия воды. Вот. Что мы делаем? Мы взяли, перегнали. Все это дело получили спирт-сырец. Если все звезды сошлись, если брага отбродила хорошо, если сахар был хороший, все чудесно. Цифры я буду утрированные такие сейчас рассказывать. Да, получили там, к примеру, 16 литров спирта-сырца. Все. Теперь что нам нужно? Нам нужно собрать аппарат в режиме, в режим рептификации. Для этого нам нужно хотя бы рулон, ой, хотя бы рулон, хотя бы две царги с СПН-кой, вот, хотя бы две. Ставим, мы, получается, собираем через узел отбора по жидкости, подключаем. Тут уже нам нужен только дефлегматор, холодильник не нужен, и подключаем до охладителя. Подробное видео про практическую рептификацию у меня есть на канале, проходите, смотрите. Ссылочки будут в описании. Включаем, заливаем спирт-сырец, не разбавляем. Вот. Его заливаем и погнали. Погнали на полной мощности, допустим, у нас ТЭН, включаем 3,5 кВт, ну, у кого 3 кВт, и на полной мощности работаем. Работаем до той степени, пока выйдет колонна на рабочий режим, то есть начнет подниматься температура в кубе и внизу царги. К примеру, внизу царги у нас там будет термометр стоять. Температура начала расти, убавляем мощность до каких значений? Вот в моем варианте, в таком перегоне, у меня рабочая мощность колонны 1,7 кВт. Вот. Я убавляю на 1,7 кВт, дожидаюсь, когда пар спиртовой поднимется до дефлегматора, начнет конденсироваться и стекать вниз. В этот момент узел отбора у нас перекрыт, замкнутый получается цикл, у нас в отбор ничего не идет. А идет работа колонны на себя, ну, можно даже не давать колонне работать на себя, многие не дают. Я даю это, ну, это мне так нравится работать. Все, полчаса колонна поработала на себя, начинаем отбор голов. По рабочей мощности, как подобрать? В принципе, она у всех может быть разная. Зависит от набивки СПНК, зависит от вашей электросети. Потому что нужно тоже понимать, что все-таки есть потери. Через удлинитель вы подключаетесь или нет. А вообще, нужно через регулятор напряжения, особенно со стабилизатором работать, тогда все будет хорошо. Ну, в общем, в моем варианте 1,7 кВт. И все. Колонна проработала полчаса на себя. Естественно, мы подали охлаждение. Охлаждение подается у нас вниз до охладителя. Сверху до охладителя выходит вниз дефлегматора. Вот сюда. И сверху дефлегматор уходит в канализацию. Обязательно сверху дефлегматора становится вот такая шляпа с носиком. Это связь с атмосферой. Настраиваем отбор голов. К примеру, 150 мл в час настроили. Кто-то делает 200 мл в час. Я тоже раньше делал 200 мл в час. В принципе, тоже работает все это дело неплохо. Если у нас получилось по абсолютному спирту 6 литров с 10 кг сахара, то надо отобрать 600 мл голов. Отбираю я их, получается, 200 мл за 3 часа. Эти головы. Но в последние какие-то свои перегоны я пришел к выводу, что 200 мл в час как-то многовато. Можно отбирать 150 мл в час. Ну, в общем, такие вот плавающие немного значения, но не более 200 мл в час. Не более. 150 еще лучше, но не более 200. Все. Голову я там 600 мл отобрал. Это, получается, 10% от абсолютного спирта. Это такая утрированная величина. Хотя можно и меньше брать. Можно брать 3% голов, 7% подголовьев, которые пускать потом в обратку. Вот. Но сейчас разговор не об этом. Все. Мы, получается, что делаем. Мы голову отобрали. Настраиваем отбор не более 1 литра в час. По последним своим параметрам я заметил, я отбирал 1200 мл в час, 1000 мл в час, 800 мл в час. В общем, мне понравилось, больше понравился спирт, 800 мл в час отбор. Как будете делать вы? Многие делают вообще полтора литра, отбирают. Это не важно. Я вам рассказываю свои параметры. Я придерживаюсь того, что не более 1 литра в час отбор, еще лучше 800 мл в час. Отбираем. Ориентируемся на нижний термометр и на верхний термометр, который у нас вот здесь. Как только в нижнем термометре у нас начинает подниматься температура, это значит, начинают прорываться хвостики, можно немного убавить отбор, допустим, с 800 мл до 600 мл, и далее продолжать дожимать спирт. Таким вот образом это можно дожать спирт в принципе аж до 98 градусов в кубе. Убавляя постепенно отбор вплоть до покапельного. Я сейчас так не делаю. Я могу отбор уменьшить один раз и, наверное, не более того, экономлю время. К примеру, в кубе 95% 95 градусов по Цельсию. И все. Я уже, допустим, прекращаю отбор и имею на выходе хороший, замечательный спирт 4,5 литра в среднем. Итого получается, то, что остается в кубе, это хвосты. Я их никуда не беру. Я перекрываю игольчатый кран. Все это остается в кубе и уходит в канализацию. Я экономлю свое время. Итого, с 10 кг сахара я получил 96% спирта 4,5 литра. Вот и считайте, хватит вам этого или нет. Это на данном 2-дюймовом аппарате. 4,5 литра получается. Разбавляем. Кто до 40 разбавляет, кто до 50, кому как нравится. И имеем общий объем на домашнюю водку, на настойке. И что хотите, то и с ним и делайте. Но чистым спиртом пить я никому не рекомендую. Вот исходя из этих параметров, можно посчитать, достаточно ли вам будет такого вот аппарата. Потому что кто-то работает один раз в месяц выгонит себе, кто-то раз в полгода, кто-то там шпарит на выходных, там отработал и шпарит, кто-то вообще каждый день не фигачит. Тут нужно исходить из своих задач. Вот я обрисовал одну тему. В принципе, здесь вот теперь можно все понять. Сколько можно, какая вот получается производительность. В принципе, сделать все вот это действие можно, ну, иметь в виду перегоны, да. К примеру, ну, освободился за один выходной. Ну, брагу выгнали, аппарат помыли, поставили ректификацию и таким образом это можно сделать, ну, начиная там, грубо говоря, да, с утра и заканчивая поздным вечером можно уже, по идее, освободиться. Вот такой вот получается вариант. Так что, ребята, смотрите. Я, конечно, бы посоветовал, вот честно, вот не кривя душой, сразу купить к перегонному кубу еще увеличитель куба, потому что все-таки обязательно потом захочется заняться зерновыми, а для зерновых нужно увеличить куб, куб сделать побольше. Покупать вам индукционную плиту или регулятор напряжения с теном, это уже дело каждого. Лучше всего иметь и то, и то. Покупать вам три или четыре царги, тоже дело каждого. Можно собрать полтора метра насадочную часть, можно собрать метр насадочную часть, но не меньше метра для ректификации. Это дело уже каждого. Также на этом аппарате можно делать дистиллят, желательно приобрести диоптер, дистиллят можно делать любой зерновой, фруктовый. Естественно, используем медные пыжи и высокий подстил с пустой царгой. В царге можно медный пыжик поставить. Вот и все. Универсальное получается оборудование для работы. Можно получать хороший чистый спирт, можно получать вкус ароматический, дистиллят и проблем нет. Даже можно варить пиво. Сложностей тоже никаких нет. Все, ребята, до новых встреч. Быть добру, задавайте вопросы. Постараюсь на самые такие вопросы, которые, ну, скажем так, самые вот, самые насущные, снимать видеоответы. Всем добра, всем пока, до встречи, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok